АВИАДАРТС В субботу отметят День физкультурника. В воскресенье 9 августа в России отметят День строителя. Накануне праздника представители профессии честовали и в Рязани. Строительную отрасль называют драйвером развития экономики. В честь даты была обновлена Доска почета строителей Рязанской области. На нее занесены 36 специалистов, которые достигли наивысших результатов в работе. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, строительство в регионе сохраняет заданные темпы. Перед праздником в фойе музыкального театра прошла выставка продукции предприятий строительного комплекса региона, которую осмотрели губернатор Олег Ковалев, зам предправительства Шаукат Ахметов и глава администрации города Олег Булеков. На выставке были представлены крупные отраслевые проекты, которые реализуются в области. Среди них строительство объекта социальной инфраструктуры, малоэтажного жилья и квартиры эконом-класса. Я подробно так обсуждал с каждым застройщиком, с каждой строительной компанией, как у них дела. Потому что, будем говорить так, строительный комплекс – это катализатор. Если стройка начала развиваться, особенно строительство жилья, значит, кризис скоро уйдет. Значит, скоро начнется развитие в целом экономики, социальной сферы, естественно. Значит, и я очень доволен тем, что начали расти продажи жилья, что люди начали, опять же, поуверенней пользоваться ипотекой, при поддержке государства особенно. Если в начале года я просил застройщиков не начинать задельные объекты, если только наводных, то сейчас уже и застройщики, и я, мы видим, что можно начинать новые задельные объекты с тем, чтобы в 2016 году не оказаться без ввода. Чтобы в 2016 году было что вводить, что сдавать, что предложить людям, чтобы на рынке жилья цена резко не выросла. Кроме этого, были представлены предприятия, производящие стройматериалы, а также учебные заведения, готовящие специалистов для строительной отрасли. Занесением на доску подсчета были отмечены заслуги заместителя генерального директора по экономике и финансам ООЖБИ-5 Михаила Габкина. Действительно, наше предприятие выпускает весь спектр бетонных изделий для гражданского и промышленного производства. Несмотря на те условия, которые сегодня сложились в ситуации в целом стране, в Рязанской области активно развивается социальная инфраструктура, а также строится комфортное, доступное жилье. Также в городе готовятся к открытию центра большого тенниса. Генеральный директор строительной компании, которая занимается возведением центра, отметил, что в регионе созданы благоприятные условия для развития отрасли. Несмотря на сложное экономическое состояние российской экономики, в нашей области действительно созданы нормальные условия для работы в строительной области. В прошлом году было возведено 20 социальных объектов. Также строительная индустрия в Рязанской области уверенно наращивает производственные мощности в планах открытия крупных промышленных объектов. В последние годы строительство на территории России достигло невиданных ранее темпов своего развития. В 2014-м был введен в строй 81 миллион квадратных метров жилья и тем самым побит рекорд 1987 года, когда построили 73 миллиона квадратных метров. За ударный труд на этой неделе награждали представители самой мирной и созидательной профессии. В преддверии Дня строителя городские и региональные руководители награждали передовиков этой непростой и ответственной профессии. В правительстве Рязанской области отличившимся коллективом и сотрудникам ведущих строительных предприятий вручили благодарственные дипломы и нагрудные знаки. Ведь именно на этой отрасли во многом держится экономика нашего региона и нашей страны. Мы уже подводили с вами итоги 2014 года, промежуточные итоги 2015 года и цифры говорят о том, что строительная отрасль неуклонно идет вверх в части жилищного строительства. В городской администрации также прошла церемония награждения самых успешных строительных фирм и компаний, основная цель которых сегодня – улучшение качества жизни рязанцев. Ведь их работа заключается не только в строительстве жилых домов, но и дорог, и объектов социального назначения. Хотелось бы в этот день сказать невусловно спасибо, спасибо за ваш труд, спасибо за то, что вы участвуете в наших социальных проектах, спасибо за то, что вы участвуете во всех программах, это программа и переселения из ветховарейного, это программа капитального ремонта. Вся страна чтит сотрудников строительной отрасли и мы присоединяемся ко всем поздравлениям, которые прозвучат в адрес тех, кто возводит города. Также в Рязани назвали лучшие многоквартирные дома прошлого года постройки. Победителей определяли по итогам восьмого некоммерческого конкурса «Доминант». Что примечательно, четыре рязанские строительные компании вошли в топ-200 лучших в стране. В преддверии профессионального праздника Дня строителя 5 августа в Малом зале городской администрации состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса строительных компаний «Рязани» «Доминант-2015». Всех собравшихся поздравил глава администрации Олег Булеков. В рамках восьмого некоммерческого конкурса участниками стали 17 компаний. Три призовых места и гран-при получили ведущие строительные гиганты города. Организатор конкурса, эксперт в области строительства Денис Абраков отметил значимость некоммерческого статуса конкурса. По его словам, выбор победителей происходит на основании честного отбора. Всего в конкурсе 21 критерий. Мы оценивали и, как я уже сказал, и уровень благоустройства, и внутреннюю отделку, и планировку, и применение инновационных энергосберегающих технологий. Здесь целая гамма критериев, потому что хочется, чтобы оценка дома была максимально объективной. Это одна из важных целей конкурса – дать рязанцам достойный ориентир для приобретения квартир в уже построенных домах. Основная цель конкурса – предоставить рязанцам достоверную информацию о строительных компаниях, которые качественно возводят жилье, создают для своих клиентов оптимальные условия приобретения квартир, и после сдачи у жильцов не будет проблем, связанных с эксплуатацией. К новостям экономики. Еще в прошлом году министр строительства и ЖКХ России заявил о возможных изменениях схемы долевого строительства, вплоть до ее полной отмены. По планам, она должна стать более цивилизованной, чтобы у владельцев строящегося жилья не возникало никаких юридических проблем. Заместитель председателя правительства Шукат Ахметов заверил, что на сегодняшний день в области нет многоквартирных домов, которые имеют угрозу невозможности ввода в эксплуатацию. Ни одного обманутого дольщика не будет, об этом заявил Шукат Ахметов на встрече с журналистами. Основной тенденцией на рынке жилья в кризисное время является увеличение объемов строительства при падении объемов сделок. Тем не менее, все строящиеся в Рязанской области жилые дома будут введены в эксплуатацию. Сейчас в области работы по возведению более чем 120 домов ведут свыше 80 застройщиков. Всего к концу года планируется сдать не менее 600 тысяч квадратных метров жилья. Все находящиеся на стадии строительства дома на контроле специально созданной рабочей группы. От каждого застройщика мы получили заверение, что все начатые объекты будут завершены в соответствии со сроками, указанными в договорах о долевом участии. То есть все дома, по которым существуют заключенные договора о сделке с долевщиками, все обеспечены в установленном порядке правильных смен документации, установлены разрешительные документации, обеспечены финансированием. Для того, чтобы убедиться в этом, мы провели ряд встреч с финансирующими органами, со всеми руководителями крупных банков, которые участвуют в финансировании строительства и получили от них заверение о том, что необходимое количество денежных средств и в бюджетах этих кредитных учреждений тоже существует. Также заместитель председателя правительства отметил, что граждане и сами должны внимательнее относиться к тому проекту, куда вкладывают свои средства. Обязательно нужно внимательно посмотреть все проектные декларации, которые опубликованы в сети интернет у каждой компании-застройщика. Всю-всю информацию надо внимательно изучить. И мы рекомендуем все-таки использовать возможности юридических служб, агентств недвижимости для получения соответствующих консультаций, оказания помощи в заключении юридически чистых сделок участия в долевом строительстве. В первый день борьбы с санкционными продуктами в Рязани уничтожены 65 килограммов яблок. Запрещенная к реализации продукции в пределах России была обнаружена на рынке пятой базы, сообщается на сайте Россельхознадзора. В Рязани такой товар попал из Москвы. Накануне петиция против уничтожения санкционных продуктов собрала около 200 тысяч подписей. В продолжение продуктовой темы. За прошедшую неделю в регионе отмечено снижение цен на 8 из 23 социально значимых продовольственных товаров. Картофель, лук, морковь и капусту, рыбу, муку, куры и яблоки. Отмечено повышение цен на сахар, соль, молоко, масло, пшено и гречку. В результате общая стоимость набора составила 2196 рублей 22 копейки. Такие данные приводит сайт правительства области. Более 30 регионов страны уже приняли закон о нулевой налоговой ставке для предпринимателей. В Рязанской области он пока в разработке. Налоговые каникулы коснутся в первую очередь тех, чей бизнес связан с производственной, социальной или научной сферами. Всего в перечне более 20 видов деятельности, по которым планируется установить нулевую налоговую ставку. Также накануне президент Российской Федерации подписал закон на три года запрещающий плановые проверки малого бизнеса. В целом это очень важные законы для бизнес-среды. И эти две составляющие являются важными составляющими для формирования бизнес-среды молодежи. Ведь проблема, которая поднимается на многих общественных площадках, это проблема какая? Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что несмотря на то, что в России сломлено негативное отношение к предпринимательству как таковому, тем не менее количество занятых в предпринимательстве, в бизнесе, самозанятых граждан, которые работают по патентной системе, очень мало. А ведь если мы говорим о успешных странах, то 70-80% бюджета наполняет именно малый бизнес. Для того, чтобы малый бизнес успешно развивался, ему необходимо создать определенные условия. К другим темам. Летчики, участвующие в международных соревнованиях «Авиадарт-2015», завершили практическую часть конкурса. Полеты проходили на полигоне Дубровича под Рязанью в течение двух дней. За это время участники из России, Китая, Казахстана и Белоруссии использовали более 100 авиабомб, 350 неуправляемых ракет и более 700 снарядов для авиапушек. Среди заданий конкурса было обнаружение замаскированных объектов условного противника, фигуры сложного пилотажа в воздухе и другие. Итоги конкурса подведут в субботу, 8 августа, на аэродроме Дягилева. Праздник с привкусом горечи. 5 августа на полигоне Дубровича стартовал международный конкурс летного мастерства «Авиадарт-2015». Открыл соревнование министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Само собой, в приветственной речи министр упомянул о недавней трагедии. Погибшему летчику Игоря Бутенко на территории полигона уже установлен мемориал. В целях увековечения памяти летчиков армейской авиации, погибших при исполнении воинского долга, учреждается кубок имени полковника Игоря Бутенко. Им будут награждаться экипажи, добившиеся наилучших показателей в боевой подготовке. Первый кубок по итогам конкурса «Авиадартс» будет вручен лучшему экипажу армейской авиации на церемонии закрытия игр 15 августа. Участие в масштабном турнире, являющемся частью международных армейских игр, принимают более 50 экипажей из России, Китая, Республик Беларусь и Казахстана. В небо над Рязанью поднялись более 100 летчиков, 15 типов самолетов и вертолетов. В ходе воздушного этапа пилотам предстояло показать экспертам свое мастерство владения машиной. Главная цель это совершенствование боевой вывучки и проверка той техники, которая есть сейчас в армии, ее возможности, ее способности. Вы прекрасно знаете, что летчики, которые сегодня принимают участие, они не просто так сели и полетели. Они прошли длительный путь, отбор в части, отбор в армии, отбор в ВВС и вышли на международный этап соревнований. Это адский труд, это огромная работа не только летного, но и технического состава, и промышленности, естественно. Демонстрация боевой выучки летного состава является одной из важнейших задач конкурса. Уже первый этап соревнований показал уровень мастерства пилотов-участников. Бомбометание, зрелище, захватывающий дух. У этих людей нет права на ошибку. По той же роте средних танков. Лучшие пилотажные группы России – «Стрижи», «Витязи» и «Соколы» под управлением первоклассных летчиков в рамках конкурса продемонстрировали, казалось бы, совершенно невероятные умения. Этот цветок, который сейчас распустится в небе полигона «Дубровичи», летчики дарят вам, милые дамы. Билотажная группа «Соколы России» выполняет роспуск по типу цветка тюльпан. Итак, внимание, я включаю эфир. На протяжении нескольких дней бескомпромиссной борьбе наиболее подготовленные летчики Белоруссии, Казахстана, Китая и России будут бороться за право называться лучшими. Создание военного полигона, авиационного полигона мы еще воспринимаем как дань того, как относятся рязанцы к военным. У меня присутствует здесь в Российской Федерации 30 человек из Республики Беларусь. И каждый мне попросил выразить именно слова благодарности за высокий уровень организации соревнований. Но в первую очередь любые соревнования – это не только демонстрация выучки, но и в первую очередь опыт, обмен опытом, в том числе и методики подготовки летного состава. Мы принимаем участие в соревнованиях, и для нас это большая честь и прекрасная возможность продемонстрировать умения наших летчиков, а также обменяться опытом с нашими коллегами. У них, кстати, сегодня результаты лучше, чем у нас. Своим опытом российские военные готовы поделиться с партнерами из других стран, участвующих в «Авиадартсе». Для них конкурс стал еще одной площадкой для общения. Виктор Бондарев поблагодарил региональное правительство за содействие в организации «Авиадартса-2015». Под Рязанью полевую выучку в рамках международного этапа состязания демонстрировали в эти дни и десантники. Высадка с вертолетов Ми-8, марш-броски, стрельбы и гонки на боевых машинах. Под Рязанью стартовали соревнования «Десантный взвод», вошедшие в программу международных армейских игр. Открытие началось с исполнения национальных гимнов и поднятия флагов стран-участниц десантного взвода – России, Китая и Белоруссии. На трибунах были и наблюдатели из Пакистана. Это, безусловно, новый уровень взаимоотношений, который, безусловно, повлияет на укрепление сотрудничества, поможет глубже друг друга узнать. Китайской команде выпало пройти мимо командующего ВДВ и других почетных гостей под музыку «Катюша». Десантники жонглировали карабинами, показывали комплекс рукопашного боя с холодным оружием и без него. После этого в небо над полигоном поднялись вертолеты Ми-8, откуда десантировались несколько групп парашютистов. Трое из них летели с флагами России, Белоруссии и Китая. Также спецназовцы спускались по специальным тросам. Этот прием направлен на уничтожение противника в наземном бою. Одним из самых зрелищных этапов показательной программы стал вальс – фигурное вождение бронетанковой техники. Шесть машин исполнили танец на небольшой площадке, почти соприкасаясь с бортами, и показывая тем самым мастерство механиков-водителей. Также зрители увидели воздушную транспортировку орудия на подвеске, используемое в воздушно-десантных войсках. Еще одна боевая машина выполнила элементы уже на большой скорости, в том числе и полицейский разворот. БМД-4. Экипаж БМД-4 номер 198. Наводчик-оператор рядовой Крюков Сергей Сергеевич. Меканик-водитель. У нас прошли четыре этапа войсковых состязаний, которые завершились первенством ВДВ России. И сегодня дан старт первым соревнованиям международного уровня. Безусловно, это я отметил во вступительном условии. Это способ проверить свои силы, посмотреть, как сегодня решают подобные задачи наши коллеги из Белоруссии, из Китайской народной армии. И мы будем всячески стараться расширить за ближайшие годы круг участников соревнований. Мы гордимся тем, что вот эти российские игры, армейские игры, они проходят именно в Рязани. И вот то, что вот сейчас вопрос задавали командующему, мы сюда привлечем ребят до призывников. Ежегодно Рязань выполняет норму по призыву. И я думаю, этому способствуют как раз и вот такие мероприятия. На территории полигона также была организована выставка военной техники и ретроавтомобилей. В экспозицию вошли и современные образцы и музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны. И о спорте. Согласно недавно опубликованной статистике, стало известно, что регулярно занимаются спортом более 300 тысяч рязанцев. Однако при этом большая часть жителей области, особенно в малых городах и населенных пунктах, не может из-за нехватки спортплощадок приобщиться к физкультурному движению. Проблемы занятий спортом в области обсудили тренеры, спортсмены и чиновники. Сейчас по всей стране большое внимание уделяется развитию массового спорта и особенно инфраструктуре. Строятся новые спортивные комплексы. Буквально в каждом крупном городе есть открытые спортивные площадки, которые доступны горожанам. Но в районных центрах, к сожалению, ситуация обстоит несколько хуже. Во многих школах области даже школьные спортивные залы находятся в запущенном, долгое время не ремонтированном состоянии. По вопросу улучшения условий для занятия спортом в сельской местности был созван круглый стол. На нем эти проблемы обсуждали директора общеобразовательных школ, тренеры и, разумеется, региональные городские чиновники. Присутствующие на заседании директора школ отметили, что после ремонта спортивные залы становятся настоящим центром притяжения молодежи и взрослых сельчан. И нагрузка на залы большая, ведь помимо школьных занятий в них проводятся соревнования по различным видам спорта, в которых состязаются жители близлежащих сел и деревень. Работа проделана огромная, но, к сожалению, пока еще не все спортивные площадки приведены в должный вид, где ребята могут развивать свою физическую форму. Впрочем, участники круглого стола надеются, что в скором времени в каждой школе у детей появится возможность заниматься спортом. И кто знает, кто-нибудь из них в будущем может стать олимпийским чемпионом, В пятницу участвовали тренеров, спортсменов и любителей активного образа жизни за вклад в развитие и популяризацию спорта. Церемония приурочена ко дню физкультурника, который отмечают 8 августа. Глеб Галушкин расскажет о спорте и здоровом образе жизни. В здоровом теле – здоровый дух. Этот лозунг древних римлян широко стал известен в нашей стране благодаря мощному спортивному движению 20-х годов прошлого века, когда руководство страны стало уделять внимание развитию здоровья, мускулатуры и красоте тела трудящихся. Физическая культура в 30-е годы была также в большом почете, в том числе благодаря небезызвестному комплексу «Готов к труду и обороне». Со значком отличника норм ГТО не стыдно было появиться в любом общественном месте на митинге или демонстрации и, конечно же, стадионе. Большую и значимую роль в истории всего советского спорта сыграли спорт-общества, такие как «Динамо», «Торпеда», «Спартак» и «ЦСКА». С тех самых пор советские спортсмены на протяжении долгого времени входили в элиту спорта мирового, выигрывая большое число медалей на международных соревнованиях. Впрочем, и сейчас знамя отечественного спорта продолжает высоко развиваться на атлетических аренах разных стран. У любителей здорового образа жизни появился и свой праздник – День физкультурника, который, как известно, приходится на вторую субботу августа. Впервые его отметили в 1939 году. Отмечается памятная дата и сейчас. В пятницу в Большом зале городской администрации региональные городские власти чествовали тренеров, руководителей спортшкол, а также самих спортсменов. Министр спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова подвела итоги работы и отметила, что за последние годы число регулярно занимающихся физкультурой горожан становится все больше. Вы прекрасно знаете, что Министерство спорта Российской Федерации ежегодно проводит смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в регионах. То по итогам 2012 года наш регион занимал из 82 регионов 60 место, по итогам 2013 года 43, а по итогам 2014 года 16. Это большой наш общий с вами труд, это правильно выстроенная система работы, это большой труд тренерского состава всех спортсменов. Если говорить о подготовке спортивного резерва, то здесь мы с вами невероятно продвинулись в прошлом году, по итогам прошлого года. Поздравил физкультурников с их праздником и глава городской администрации Олег Булеков. Все приглашенные в здание городадминистрации спортсмены и физкультурники получили награды, почетные грамоты, знаки отличия, ну и скромные материальные призы. Кстати, в советские времена в день физкультурника сложилась традиция, согласно которой военнослужащим Красной Армии выдавалась водка, так называемые наркомовские 100 грамм. Однако в эту пятницу в бокалах у рязанских тренеров и спортсменов напитки были помягче. На этом мы завершаем выпуск. Телекомпания «Город» поздравляет всех представителей профессии с Днем Строителя и всех любителей спорта с Днем Физкультурника. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40-20-40. 40-20-40. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин